Продолжение следует... Обстоятельный разговор, но, наверное, достаточно длительное время, так что спокойно садитесь. И кому это интересно и на левом берегу, и на правом берегу, вы узнаете для себя очень много нового. Ну, может быть, кое-кто и владеет этой ситуацией, но я думаю, что большинство не очень представляют, что на самом деле происходит в Приднестровье. Ну, начнем с истории. Я не буду сейчас углубляться, но вы помните распад СССР, языковые споры, угрозы ухода Молдовы в Румынию, которые особенно там транслировались активно на левом берегу. Провокаторы. Я никогда не забуду такую историю, как на заседании парламента Молдовы вдруг встает один депутат и говорит, а вы знаете, я только сейчас получил сообщение, что в Тирасполе в книжных магазинах выбрасывают на улицу и сжигают книги на молдавском языке. Это было в Кишиневе. И примерно в это же где-то время в Тирасполе идет заседание городского совета, а тогда, ну, фактически он руководил всеми процессами в Приднестровье, уже напряжение было между двумя сторонами, и заявляет, вот мы тут заседаем, а войска Молдовы уже вошли в Слободзею и приближаются к Тирасполю. Никаких войск не было, но как раз на том заседании обсуждали позицию, которую занять в переговорном процессе с Молдовой и участвовать в заседаниях. Ну, тогда назывался Верховный Совет Молдовы. И сорвался и этот процесс. В общем-то, костер поджигали с двух сторон, и поэтому это рано или поздно должно было к чему-то привести, и оно и привело к войне. Поговорим о том, как вот в этот период красные директора берут власть в Приднестровье, и как потом они ее теряют. Это был такой довоенный период, он был достаточно романтичный для Приднестровья, потому что тогда не было вот таких желаний выйти из состава Молдовы. Было желание получить больше свобод, в первую очередь экономических свобод, то, что волновало директоров крупных предприятий в Приднестровье. Самое интересное, что, вы знаете, когда вот произошло вот это, когда рухнул Советский Союз, они на словах очень переживали, а на деле, ну не скажу, что радовались особенно, а на деле были очень довольны. Почему? Потому что перестала партия диктовать им, что нужно делать директорам, это страшно, не нравилось раньше. А кроме того, они были союзного подчинения и никому не подчинялись в Молдове. У них полная свобода, и, безусловно, им это очень нравилось. А там были достаточно профессиональные, подготовленные люди, которые знали, как заниматься производством. И самое главное, они даже раньше, чем тут, на правом берегу, поняли, что надо развивать бизнес. И многие из них начали участвовать в бизнес-процессах. И при этом они считали, важно не разорвать с Молдовы, потому что они понимали, что в независимой Молдове у них больше шансов на развитие, чем если что-то будет создано такое непризнанное в мире. Но, я назову некоторые фамилии, это Беличенко, это Большаков, Блажку, Кречман, Пологов и многие другие. Это было такое очень умеренное крыло. Я повторяю, многие из них были депутатами Верховного Совета Молдовы, и они выступали за то, чтобы договориться с Кишиневым. Но, к сожалению, к сожалению для Приднестровья и, к сожалению, наверное, для Молдовы, победило радикальное крыло, которое возглавил в тот момент Игорь Смирнов. И красные директора потеряли свое влияние. Во многом благодаря Смирнову и теми людьми, которые за ним стояли. А там было очень много радикальных элементов, обострились отношения между Кишиневым и Тирасполем. И в конечном итоге, как я уже говорил, это привело к войне. Но мы сейчас не будем это обсуждать. Мы поговорим о тех процессах, которые начались в Приднестровье. Когда Смирнов полностью как бы взял власть, да еще его избрали президентом, он понял, что в его руках находятся все рычаги. И сломался на этом, я не знаю, каким он был до этого раньше, но появилось желание обогащаться. А для того, чтобы обогащаться, надо было найти бизнесменов, которые бы что-то заносили. И он сделал ставку на фирму «Шериф». И вначале он был как бы над ними, он их контролировал, но постепенно «Шериф» набирал силу, набирал финансовое могущество, набирал силовое могущество. У них суперохранная система, созданы силовики, которые на них работают. И «Шериф» вышел из подконтроля, а затем взял и под контроль самого Смирнова. И на каком-то этапе стало ясно, что на самом деле власть в Приднестровье принадлежит уже не Смирному, а «Шерифу». Более того, чтобы окончательно свалить Смирнова, особенно на первом этапе, «Шериф» пользовался не только деньгами, когда подкупал всех рядом со Смирновым, но и пользовался политическим инструментарием. Вот таким боевым орудием против Смирнова стал «Шевчук». Его натравливали на Смирнова, сделали его председателем Верховного Совета. Но когда Смирнов полностью сломался, уже и «Шевчук» не нужен был «Шерифу». Кстати, «Шевчук» не уловил это. Он по-прежнему считал, что будет играть важную роль. Но о ситуации с «Шевчуком» мы еще поговорим чуть ниже. Чем сильна власть «Шерифа»? Вот давайте перечислим. Первое. Это деньги. Деньги, деньги. Откуда они у «Шерифа»? Ну, наверное, начнем с контрабанды. Это сигареты, спирт, виноводочные изделия, окорочка и так далее. Эта контрабанда была в громаднейших объемах, которая приносила миллионы, сотни миллионов, я повторяю, в этой цифре доходов этой фирмы. И речь идет о долларах. Затем теневая экономика. Она, возможно, была и серой, и даже черной. Я не обладаю тут полной информацией, но я думаю, со временем мы очень многое узнаем. Это те льготы, которые Смирнов давал этой фирме. Я имею в виду налоговые льготы. Ну, и захват госсобственности. Кстати, красные директора надеялись, я помню, с многими из них разговаривал. Они говорят, да, мы хотим быть в составе Молдовы, но мы хотим, чтобы собственность, которая была на левом берегу, была наша. Мы ее хотим приватизировать. Ничего у них не получилось. Все лакомовые кусочки захватил шериф. Шериф берет контроль над государственными учреждениями, над Верховным Советом. У него свои медиа. Конверты, кульки, мешки с деньгами идут в Кишинев. Это, кстати, очень интересно. Пару слов скажу на эту тему. Идут в Москву. Ну, и распределяются там между своими людьми в Терраспы. Да, еще и Украина тоже была задействована в контрабанде. И, вы знаете, мне кажется, уже тогда шериф заложил очень такие глубокие корни в Молдове. Очень многих коррумпировал. Потому что вы понимаете, что контрабанда, которая шла через Молдову в Европу, она не могла обходиться без таможенной службы, без полиции, без прокуратуры, без чиновников, которые контролировали эту ситуацию, контролировали эти службы. И я не удивляюсь, я когда сейчас смотрю, когда идет обсуждение ситуации на левом берегу, и то, что там делает шериф, партия социалистов и партия коммунистов практически не критикуют ни шерифа, ни ту ситуацию, которая там разворачивается. Очень любопытно. Почему это? Я не исключаю, что продолжается связка с шерифом. В конечном итоге шериф съел Смирнова, съел Маракуцу и съел Шевчука. И посадил полностью своего марионеточного Красносельского. На чем держится власть шерифа? Ну, я уже говорил, безусловно, это деньги, деньги, деньги. Но есть некоторые нюансы. Первое, это пропаганда, которая разворачивается на левом берегу. Это пропаганда, в основном, такая против Кишинева, против Румынии. Еще проблема языка. Кстати, очень серьезная проблема, и надо думать, как ее решать. Ведь, в принципе, более-менее мы ее решили в Гагаузии. Да и не очень нас волнует проблема языка в Бельце, где пришел к власти, я не знаю, кто по национальности, Григоришин, русский, украинец. И, насколько я знаю, он достаточно слабо владеет молдавским или румынским языком. Но никого это не волнует, за него голосовали. И, второй, вот это пугало в лице Румынии. И тут очень большая проблема, что власти в Молдове, они ничего не рассказывают о Румынии. Мы очень мало знаем о Румынии. Мы не знаем о тех позитивных процессах, которые происходят в Румынии. И это большая беда. Ну и то, что касается пугала, что вот Молдова только реинтегрирует Приднестровье, сразу же присоединит к Румынии. Тоже надо продумать вот эту систему, что пока существует молдавская государственность, не будет никто присоединять Приднестровье в Румынию. Можно вот в этом особом статусе все эти вещи прописать. Ну, поддержка России. В России не любят шерифа. И когда я говорил с некоторыми деятелями в Москве, они очень презрительно отзывались о нем. Разные, так сказать, высказывания были такие достаточно негативные. Но кульки, конверты, мешки сделали свое дело в самых различных институтах власти. Особенно в Госдуме, да и не только в Госдуме. Ну, и кроме того, шериф коррумпировал чиновников и силовиков в Приднестровье. И не только коррумпировал, но он еще и запугал. И может быть сейчас не всем он дает деньги, но вот этот испуг еще сохраняется у многих. И кроме того, он очень многих и замазал в различных комбинациях, в различных схемах и так далее. Зачистка Шевчука и его команды. Это очень интересный момент. Давайте о нем поговорить. Когда убрали Шевчука, начали защищать его команду. Я сразу скажу, я уверен, что и Шевчук будет слушать эту передачу, что у меня нет никаких иллюзий в отношении Шевчука. Он был порожден шерифом. И в принципе работал на шерифа очень долгое время. Ну, а потом, видимо, сам хотел, захотел стать шерифом. И, образно говоря, его, ну, такая борьба с драконом была не только для того, чтобы победить дракона, но и для того, чтобы самому стать драконом. Но ему не удалось убить дракона. И дракон выжил. И атаки на себя он не простил. Он начал после того, как свалили Шевчука, а тут очень интересно, он был президентом, у него были рычаги власти, и он ее потерял. И я анализировал, что же произошло, как он сумел потерять власть, отдать ее Красносельскому, который не был популярен, который был малоизвестен в Приднестровье. Мне кажется, что Шевчук заигрался, он переоценил свои возможности. Ну, а самый большой удар по нему нанесло то, что он частично разругался с Россией. Ну, по моей информации, когда Шевчук пришел к власти, бюджет был пустой, и он обратился к России. И Россия, кроме того, что она не брала деньги за газ, доплачивала пенсионеров, начала ежегодно выделять Приднестровью 100 миллионов долларов для того, чтобы пополнить бюджет и для макроэкономики. И на каком-то этапе у России возникли сомнения, правильно ли расходуются эти деньги, и они попросили Шевчука, чтобы на ключевые посты в министерстве были назначены люди, которые они назовут. Ткачук отказался... Ткачук, извините, я извиняюсь перед Марком Ткачуком, что-то так вырвалась его фамилия. Значит, Шевчук отказался, и Россия перестала эти 100 миллионов выделять. И в бюджете возникла огромная дыра. Если кто следил за ситуацией в Приднестровье, помнит, что тогда он сократил сначала пенсии и зарплаты на 20%, потом на 30%. Он надеялся все же договориться в России. У него там были очень серьезные связи с Рогозиным, с другими, что восстановить эти 100 миллионов, и перед выборами он их бросит в бюджет, и начнут стремительно нарасти пенсии и зарплаты. Но, видимо, шериф занес деньги, кому нужно в Москве, и им эти 100 миллионов не дали. И в результате Шевчук выборы проиграл. И что дальше было? Первый удар был нанесен по Шевчуку. Против него открыли уголовное дело. Он вынужден был бежать. Как это не смешно, бежал в Кишинево, а в дальнейшем выехал в Россию. Заочный приговор 16 лет. Затем начинают громить команду. Ну, Геннадий Кузьмичев, очень известная фамилия в Приднестровье, возглавлял таможенный комитет, возглавлял МВД. После избрания новой администрации он понял, что так как он боролся против шерифа, ему там не выжить. Он бежал, бежал на правый берег и где-то находился то ли в Кишиневе, жил то ли под Кишиневым. И в 2018 году силовики Приднестровья на территории Молдовы, я повторяю, недалеко от Кишинева задержали Кузьмичева. Причем жестко задержали с избиениями и переправили его на левый берег. В 2019 году Кузьмичева приговорили к 13 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества. Ну, вы представляете, задержали на правом берегу. Мы прекрасно понимаем, это позорно для Молдовы, но есть авторы этого позора в Молдове, их надо найти. Кто способствовал этому, кто отдал команду, кто сопровождал вот это похищение. Тут явно не обошлось без коррупции. Юрий Горвазюк, глава городской администрации Бендер, тоже возглавлял таможенный комитет. Примерно та же история. Бежал на правый берег, тут же его захватили силовики Приднестровья и увезли в Тирасполь. Приговор 10 лет с лишением, 10 лет лишения свободы. Горвазюк и Кузьмичев, это позорные страницы в истории молдавских специальных служб, которые явно были в сговоре с шерифом. И я думаю, что рано или поздно мы выясним, кто в этом участвовал. Татьяна Туранская была председателем правительства у Шевчука. Открыли уголовное дело, бежала, бежала в Украину. Оттуда ее пытались выкрасть, но, к счастью, для нее не удалось. Ее заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Эдуард Косовский возглавлял Приднестровский банк. Арестовали 3 года тюрьмы. Николай Зимцов возглавлял КГБ. Тоже, наверное, боролся против шерифов в составе команды Шевчука. Арестовали. 5 лет приговорили условно, бежал из Приднестровья. Андрей Безбабченко, глава городской администрации Церасполь и Днестровска. Заочно, бежал, заочно приговорили к 16 годам лишения свободы. Он находился в Одесской области. Проникли туда силовики или бандиты из Приднестровья, не знаю. Там его пытали, пытались, видимо, вывезти, не получилось. И там же его убили. Василий Власов, вице-премьер в правительстве Шевчука, возбудили уголовное дело. Бежал. В общем-то, практически все ключевые игроки команды Шевчука, кроме тех, которые переметнулись на сторону шерифа, были или посажены, или вынуждены были бежать с Приднестровья. В общем-то, шериф отомстил. Далее, зачистка бизнеса. Это отдельная большая тема. Я не буду специально на ней много останавливаться. Просто назову некоторые фамилии пострадавшей. Это Сергей Делигул, Татьяна Делигула, агробизнес. Юрий Кузьменко, автозаправки, молочный комбинат. Евгений Горец, сеть аптек. Владимир Пасютин, АПК, мебельные фабрики. То есть, говоря таким современным языком, шел процесс отжатия бизнеса. Далее, большой раздел, то, что там происходит. Это борьба с инакомыслием и оппозицией. Историк, профессор Николай Бабелунга, хотел, чтобы история была наукой, чтобы свободно творить, работать, а не прислуживать отдельным лицам. Уволили с университета. Не посадили, но гонения привели к преждевременному уходу из жизни. Пенсионерка Татьяна Белова и ее супруг Сергей Мирович приговорили к трем годам заключения за публичную критику в адрес так называемого президента. Семья Кругловых, пенсионерку Ольгу Круглову за критику власти осудили к двум с половиной годам лишения свободы. Ее сын вынужден был бежать, потому что против него тоже хотели открыть уголовное дело. Александр Самони, депутат городского совета Террасполя, собрались судить. По статье могли дать от трех до пяти лет. Бежал. Лариса Кулик, молодая писательница, написала какую-то книгу об армии. Я ее не читал, но такую достаточно критическую об армии в Приднестровье. Хотели судить за экстремизм. Бежала. Борис Бабаян. Он был первый осужден по этой статье противодействия экстремизму. Приговорили к одному году тюремного заключения. Петр Мустия, глава Каменского района. В свое время при Шевчуке не давал шерифу развернуть свой бизнес в Каменском районе. Ну, мы понимаем, как разворачивался бизнес. То есть, отжатие там земли и прочего, прочего. Затем был помощником депутата Харжина. Критиковал режим шерифа. Задержали. Сидел 70 дней. Затем отпустили, открыли новые уголовные дела. Пытались снова арестовать. Бежал. И еще несколько примеров приведу на эту тему. Тут перечень может быть очень большой. Михаил Ермураки. Судили по доносу. Он пришел к одному директору, кажется, школы или лицея. О чем-то вы там говорили. И на стене висел портрет Красносельского. И он сказал, а что тут фото этого наемника. Это признали, квалифицировали, как оскорбление Вадима Красносельского. Ну, штраф был. Даже Павел Дагарь, дворник, простой дворник, в Фейсбуке покритиковал власть и отрицал положительную роль миротворцев. Уголовный процесс засекретили. Вынужден был бежать. Ну, и еще два примера приведу в заключительной части. Вот этой заключительной части. Роман Ямбогла. Студент. Первого курса был университета. Предъявили обвинение в оскорбении представителей власти. Вы знаете, только с одной стороны смешно, а с другой стороны страшно грустно. Во время стендап-шоу Ямбогла шутил на тему коррупции в Приднестровье. Во время выступления несколько раз пошутил над министром внутренних дел Приднестровья Руслана Мовой. Виновен. Надежда Бондаренко. Тут тоже интересный случай. Это один из лидеров партии коммунистов в Приднестровье. В газете «Глаз народа», это газета коммунистов, покритиковала действующую власть, назвала некоторых там должностных лиц, наложили на нее штраф. Ну, человек оказался с юмором, решил заплатить штраф, но собрал самые мелкие монеты и в двух ведерках понес этот штраф платить. И на ведерках было написано «На честь и достоинство министра». Вот эти деньги. Мова, который был тогда министром ВД, обиделся. Снова открыли на нее дело и новый штраф. Она его отказалась платить, начали высчитывать из пенсии. Но еще один пример, это уже последний, на эту тему. Степан Поповский, юрист, организовал одиночный пикет в защиту задержанного оппозиционера Геннадия Чорбы. На плакатах юриста было написано «Свободу Чорби», «Отставку Мови», «Руки прочь от наших прав и свобод». Но эти вроде бы по закону там не запрещены, эти одиночные пикеты. Пикет прервали милиционеры и предупредили, если повторится, посадят. Далее, с оппозиционерами, с инакомыслящими разобрались. Я не всех перечислил. Дальше нужно было произвести зачистку возможных потенциальных конкурентов Красносельского на президентских выборах. Начали с Олега Харжана, лидера коммунистов Приднестровья. Присудили ему за участие в митинге, за то, что он как бы протестовал, что там задержали участников митинга. Присудили ему четыре с половиной года тюремного заключения. Четыре с половиной года за участие в митинге. И что любопытно, фракции Государственной Думы, все фракции ходатайствовали, чтобы его отпустили, плюнули. Или занесли деньги, чтобы они успокоились. Я не знаю, как поступили. И к Дадону очень многие обращались. И он вначале, мы добьемся, а потом успокоился. Ну, не хочу сказать, что там занесли деньги, какие-то конверты. Я знаю, что Дадон конверты не берет, он так низко не летает. Но в результате оставили в тюрьме Харжана. И понятно, почему оставили. Хотели, чтобы он пропустил и выборы в Верховный Совет, и, самое главное, президентские выборы. Геннадий Чорба, председатель общественной организации «Приднестровье. Наш общий дом». Участвовал в стихийном митинге. Митинг действительно вспыхнул стихийно. Потому что запретили выезжать из Рыбницы работать в Приднестровье. Ну, связано с ковидом было. Но люди были этим очень недовольны. Они потеряли работу, возможность работать. Ну, и собрались, я повторяю, стихийно возле моста или на мосту, я не знаю, и обсуждали это. И Чорба выступил там с критикой власти. Задержали. Сначала дали 10 суток. А затем решили, с учетом, что он там критиковал, особенно министра Мова, тогда был министр, потом его убрали. Решили открыть уголовное дело. И в результате дали 3 года и 3 месяца тюремного заключения. Чорба отсидел, ну, кажется, 13 месяцев. Потом, как это неудивительно, госдеп Соединенных Штатов Америки выступил в защиту. А с учетом, что, видимо, шериф имеет деньги за рубежом и не хотел ссориться с Соединенными Штатов Америки, его решили отпустить. Ну, до этого, надо сказать, что он еще объявил голодовку, и, наверное, на это обратили внимание в Соединенных Штатов Америки. Но освободили, дали условный срок и без права баллотироваться в органы власти. То есть он снова убрали конкурента, возможного потенциального конкурента в борьбе за пост президента или за участие в выборах Верховный Совет. Ну, и на этом не успокоились. Зачистка на выборах так называемого президента. Ну, все поле зачистили. Нету чербы, нету харжана. На выборы пошли, ну, достаточно малоизвестные люди в Приднестровье. Николай Малышев, ну, где-то он управ делами какого-то там дома, мало кому знакомый, хотя так немножко позиционирует себя как оппозиционер. Сняли с выборов. Затем Анатолий Герун, который даже боялся, критикуя абстрактную власть, упомянуть, что там есть шериф, и даже фамилию Красносельского не называл. Говорит, я против монополии борюсь, и постоянно подчеркал, какой он путинист, носил футболку, с которой красовались там вот эти вежливые люди. Ну, вроде бы, как бы свой, пророссийский такой, все равно убрали, потому что любой представлял опасность. Это говорит о том, что эта власть порядком надоела уже к приднестровцам. Ну, и сам результат, вы знаете, на выборы вышло очень мало людей. Сделаем некоторые выводы, а потом немножко скажу о позиции, возможной позиции Молдовы. На самом деле, вот все то, что делает шериф, показывает, что он боится. Боится политической конкуренции, боится инакомыслия, боится народа. Он выжимает последние соки с народа Приднестровья, и понимает, что это не может длиться бесконечно. И вот в этой ситуации, когда в Молдове поменялась власть, перед шерифом стала дилемма, что делать. Ну, по некоторой информации, я не могу с абсолютной достоверностью говорить, что она правдивая, но она вот существует, такая информация. Первая реакция, я покупал многих в Молдове, куплю и эту власть. Более того, даже называлась цифра, что он готов дать 20 миллионов долларов, чтобы только его не трогали. Да, можете что-то говорить обо мне и так далее, но не трогайте меня, мой бизнес. Но даже как бы был поиск людей, не знаю, нашли, не нашли, которые должны были выйти с Санду, сделать это предложение. Я не знаю, чем закончилась эта история, но как бы цифра эта звучала. И второй вариант, когда ему, видимо, стало ясно, что Санду он не сможет купить, тогда напрашивается действительно второй вариант. Если нельзя купить, надо поменять ее, вместо нее посадить другого, других. И не исключено, что в этой ситуации шериф будет сейчас очень серьезные деньги вкладывать в протесты в Молдове, чтобы свергнуть эту власть. Возможно, это для него единственный вариант, вот выжить, остаться в Приднестровье, не потерять свой бизнес, не потерять те схемы, которые, ну, частично, может быть, они урезаны, но все равно еще сохраняются. Позиция Молдовы. На этой позиции мы как бы завершим. Повествование. Майя Санду дала наказ новому вице-премьеру по реинтеграции Олегу Серебря. Ну, я зачитаю буквально. Хочу напомнить, что благосостояние граждан, неважно на каком берегу Днестра, это самое главное. Граждане нуждаются в доступе к медицинским услугам, качественному образованию, нуждаются в том, чтобы юстиция соблюдала и обеспечивала права всех. Ваша задача заключается в поиске мирного дипломатического решения конфликта, которое бы соблюдало бы территориальную ценность и суверенитет Молдовы. Решение, которое бы привело к функциональному государству. Ну, красивые слова. Но когда Майя Санду говорит, президент Молдов, о какой юстиции? Та, которая в Приднестровье? Так мы знаем, что она делает. Верховный суд принял решение о том, что несправедливо осудили Харжана. И кто-то палец за палец в Молдове ударил, чтобы произошло освобождение. Ни черта этого не произошло. Поэтому это правильные слова. Наверное, этим тоже всем надо заниматься. Но мне бы хотелось посоветовать Серебряну, в целом власти, президенту, правительству разобраться. Первое. Кто в Молдове был коррумпирован шерифом и участвовал в контрабанде и разного рода финансовых схемах? Там не один человек. Очень большая группа участвовала. И я не думаю, что это возможно скрыть. Кто способствовал вывозу с правого берег граждан Молдовы? Я имею в виду Кузьмичева и Гервасева. Которых впоследствии избивали, пытали, а затем судили в Террасполе. Кто понесет наказание за преследование оппозиции в Приднестровье, за конкретные судебные процессы, за оппозицией за Накомыслящим, за Харжановым, Чорбой, Беловой, Мировичем и другими? Надо дать ответы на эти вопросы. Если у нас есть власть, и эта власть серьезно намерена строить Молдову. И что нужно сделать в конечном итоге? Для того, чтобы на левом берегу соблюдались законы Молдовы. Нужно продумать, наверное, ряд каких-то мер. Для наказания шерифа и тех, кто связан с криминальным режимом. Тоже нужны конкретные меры. Я не знаю, как будут решаться эти вопросы. Мы будем наблюдать, будем анализировать, будем вас информировать. А чтобы вы владели ситуацией, подписывайтесь на наш канал. Расширяйте список наших подписчиков, призывайте к этому своих друзей, знакомых. Будем такой большой семьей, где будем делиться друг с другом. Мы будем давать вам информацию, а вы в своих комментариях будете высказывать свою позицию. Всего хорошего, до новых встреч.